Добрый день дорогие друзья, подписчики мои и все зрители ютуба. Ну уже новый год прошел, конец января. Ну приехал Пётр Романович, охота сорвалась у меня. Сегодня мы будем делать пельмешки, посмотрите. Сначала надо накрутить фарш. Мясо добытое дикое, вот сейчас мы займем теперь крупкой фарша. Добытый зверь, вот так крутим. На котлеты, на фарш вот нарезанный я мякоть от животного. Мясо еще подмерзше, поэтому вот так его надо маленько хорошить. Нарезал. Тут видите, когда сильно подмерзше, она туго, видите, крутится. Занятие, конечно, не из легких крутить фарш вручную. Ну, она прослужила уже нам всю жизнь. Пользуемся ей. Во! Так. 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 так мясо сейчас мы берем в один край уже наполнилась и будем крутить дальше вот мягонькие кусочки мяса вот этот вот такая изюбрятина посмотрите упитанная очень тоже сало на них добытые вот с него режу такие куски кручу так сало последнюю очередь режут кожура чтоб крутилась быстрее кожуру срезает подмерзшее сало чтоб не это не накручивалась туда а то когда кожа она закручивается не этаж не машинка поэтому скажу я срезаю всегда перед тем как резать и крутить их не сейчас буду крутить уже он фарш уже накрутил мясной последнюю очередь сейчас закручу эту и все сало а потом чеснок закрутим чеснок приготовил вот и все сейчас крутить сало начнем вот этот кусок видите сало свиное чтобы не переборщить а потом уже смотрите вычищенный чеснок я приготовил чеснок последнюю очередь и хлеб пропускаешь чтоб мягче были котлеты вот желательно небольшие корочки такие пропускается чтобы она вычистила мясорубку жилки все чеснок остатки хлеб так вот вот сейчас соли насыплю соли насыпал ну и сейчас придется ее мешать все это хозяйство видите как мешать ее надо салом все это перемешать дело со свиным ну и пельмени наделаем котлет нажарим все это видите как соль сейчас попробуем на вкус наш фарш ну соли вроде хватает вот этой большой мишки сейчас сделаем и все вот так ну вот видите фарш салом какой получился увесистый кусок все готово друзья мои уважаемые друзья мы начнем сегодня готовить пельмени вот делается бутылка от пепси колы маленькие из нее обрезается вот такой вот вместо стакана обрезается заготовка на пельмень видите она как а потом уже в лесу научитесь сему очень удобная штучка это видите вот как делается ну вот посмотрите дело пошло сейчас начну лепить пельмени вот посмотрите как лепится пельмени в таежных условиях берем фарш вот который я подготовил ложим и они получается намного вкуснее края надо делать его чтобы она была это прилипались края вот так вот вот раз и и пельмени готовы будут мы всегда в праздники какие-то пельмени готовим вот так края сжимаем чтобы не расползлись они когда варим вот и пельмешка вот такая ну в тайге это когда время много пельмешки делаем это очень такая работа для мужчин тяжелые нудные вернее каждую пельмени нужно чтобы состряпать во чтобы и тесто надо подгадать чтобы она была не сильно мягкая и не сильно густая чтобы слипались они вот вот такие вот пельмени посмотрите у нас получатся мясо свое круто считай таежные в магазинские пельмени тоже не очень-то я люблю домашние вот всегда делаю в тайге привожу сюда мясо тут есть сало покупаю их чтобы о видите вот как быстренько их мать нас учила в детстве еще пельмени делать когда мы маленькие помогали делать вот так ну не каждая женщина сейчас переменю столовой все есть сейчас такой прекрасный фарш салом со свиным вот пельмени настряпали так посмотрите какие у нас пельмени получились воду петр романович поставил сейчас будем обедать дорогие друзья сейчас мы пельмени будем кушать петр романович закуску резать вот закуска держи что бы мне хотелось сказать всем конечно в новом году здоровье счастье и мира но не было над головой ну петр романович давай пельмени обмоем который стряпали так не приходит вот сало всем приятного аппетита во первых а сало потом стряпали так для петли Продолжение следует...